Сегодня у нас обзорный вебинар, новая подсистема планирования 1SRP управления предприятием. По традиции я начну с того, что напомню вам, где именно мы будем находиться с вами сейчас в рамках общей структуры, архитектуры прикладного решения. Находиться мы будем вот здесь, подсистема планирования, но сразу хочу вам сказать, что вот эта вот картинка, она уже не совсем корректна. Ну, в принципе, как вы понимаете, любая схема, она несколько условно отражает реальность, но тем не менее. Дело в том, что подсистема, которая существует в 1SRP, и, кстати, аналогично есть и в PA, и в управлении торговлей, она называется планирование и бюджетирование. Планирование и бюджетирование. То есть, вот эти вот два понятия, планы бюджета, они на самом деле очень тесно связаны в логике 1SRP. И вот те изменения, которые сейчас происходят, частично они еще в последних версиях 2.4, и есть что-то уже появляется в 2.5. Значит, вот эти вот изменения, они направлены в том числе и на более тесную интеграцию, понятие плана и понятие бюджета. Вот, в частности, и в предыдущих версиях 1SRP была возможность данные, которые вы вносите в план, перенести в бюджет. Но в последних вариантах появилась и обратная возможность. Данные бюджета можно использовать в планировании в качестве источника. Понятно, что через систему компоновки данных так можно было сделать всегда, но теперь это уже штатный источник данных. Ну, давайте, значит, мы с вами переключимся сейчас уже на демоверсию и будем работать там. Да, хорошо. Значит, смотрите, первое, конечно, что бросается в глаза. Если вы работали раньше в 1SRP, если вы работали с подсистемой планирования, то вы сразу же заметите определенные интерфейсные изменения, которые здесь есть. Интерфейсные изменения появляются уже при вводе нормативно-справочной информации. И если вы создадите сценарий планирования, уже сейчас вы видите, что выглядеть он стал по-другому. Появились какие-то закладки структуры планов, дополнительные настройки. Но начнем мы немножечко издалека. И давайте мы сейчас с вами создадим сценарий «Вебинар 1». Он у нас будет с месячной периодичностью. Управление пока включать не будем. Планирование по назначению тоже. Планирование только количественное. Значит, то, что касается товарных категорий, это отдельная история. У нас был вебинар по этому вопросу. То, что касается планирования производства, это тоже отдельная история. И, НС анонсировали, что функционал, связанный с производственным планированием, они будут расширять и развивать. То есть, тут будут какие-то новшества. Но это как бы находится за рамками нашей сегодняшней тематики. И по использованию планирования в производственном процессе, скорее всего, мы будем делать отдельный вебинар. Там есть очень интересная возможность. Значит, сценарий у нас есть. Переходим к структуре планов. Здесь у нас есть кнопки «Создать» и «Создать этап». Мы используем кнопку «Создать» для чего? Мы прямо отсюда с вами создадим вид плана. Ну, вот это, конечно, проще стало немножечко. Мы создадим суммирующий план, который будет использоваться для создания планов продаж. Называться он будет «Вебинар 1. Продажа». Интерфейсные изменения. Детализация вынесена на отдельную закладку. В чем-то это, конечно, стало удобно. Сделаем детализацию по складу. И настроите заполнение. Здесь есть такой интересный вариант. И раньше у нас была возможность заполнять по источникам, заполнять по формуле. Но теперь появилась возможность запретить редактирование правила и для формулы и для источника. То есть можно формулу источник задать по умолчанию. Раньше только источник был. Хорошо. Мы с вами сделали вебинар 1. Продажи. И давайте мы с вами сделаем вебинар 1. Запуск. Пока мы идем по накатанной. То есть здесь у нас никаких новых моментов пока нет. Опять-таки за исключением интерфейса закупки. Так, сделали. Значит, вот у нас есть два вида плана. Так, секундочку. Вот здесь я тоже сделал не совсем корректно. Давайте расстали. Склад детализируем. Детализируем. Делаем это везде. Значит, здесь тоже будет детализация по складу. И давайте быстренько с вами нарисуем какой-то план продаж, план закупок. Мы не будем сейчас использовать автоматику. Она практически не поменялась. Вот мы с вами сделаем что? Мы с вами просто введем план продаж по номенклатуре. Создаем. План продаж будем мы делать на декабрь месяц. Так, ну, предлагается на ноябрь. Давайте сделаем на декабрь. Так. Будет у нас... Создаем продаж. Создаем продаж. Склад будем использовать. Ну, вот так. И укажем, что у нас. План мы заполняем вручную. Стерокс. Мы собираемся его продать в количестве тысячи штук. Сделали. Значит, план мы утверждаем. И совершенно аналогично мы введем план закупок. Сценарий. Убинар 1. Обновить. На декабрь. Вклада основной. Сделали. И добавляем. Первый. Так. Значит, количество. Здесь нет. Еще одно интерфейсное изменение. Да. Появилась возможность редактировать формулу прямо вот здесь вот. Раньше для того, чтобы отредактировать формулу, мы должны были зайти вот в этот вот пункт заполнения плана. Открыть редактор формул. Теперь это стало возможным прямо отступить. Значит, нажимаете задать формулу. И можете осуществить ее формирование. Ну, это, еще раз повторяю, такое маленькое интерфейсное, но удобное дополнение. Ставим. Ставим, утвержден. И план у нас тоже есть. И вот тут, что нам надо сделать. Мы должны с вами вспомнить, для чего использовались планы в ERP всегда. Планы использовались для планфактного анализа. Планы использовались для передачи данных под систему бюджетирования. Планы использовались в цепочке для того, чтобы прогнозирование можно сделать было. Ну, и есть еще такой, да, для того, чтобы сформировать какие-то заказы по плану. Ну, и еще есть, всегда был такой отчет обеспеченность планов. Так, отчеты по бюджетированию планов. Сбалансированность планов, простите. И что мы здесь получали зачастую? Давайте я поставлю сценарий вебинар 1. И поставлю период декабрь месяца. Что мы сейчас с вами получим? Мы сейчас получим с вами вот такую вот картину. У нас потребность 1000, у нас обеспеченность 800. Но при этом у нас есть отклонение. 200 штук нам не хватает. Казалось бы, это полезная информация. Но вполне возможно, и это, в общем-то, стандартная такая вещь, которую показывают при обучении работать под системой планирования. Возможно такая ситуация, что у нас на складе уже есть какие-то запасы. И мы закупаем меньше 800, а не 1000, потому что мы эти запасы хотим потихонечку строить. И получается, что вот этот вот отчет, который классически всегда был в системе планирования, он дает нам искаженные данные, потому что мы должны в голове держать, что у нас вообще происходит. И отдельным отчетом смотреть какие-то остатки есть, как-то эти отчеты сопоставлять. И для того, чтобы вот эту вот проблему решить, значит, придумали что? Придумали вот это вот понятие, которое у нас есть в плане. План остатков. План остатков. Вот давайте мы с вами в сценарии, который мы делали, проведем еще один вид плана, который будет использоваться на план остатков. Вебинар 1, остатки. Ветализация тоже будет в разрезе складов. Ну, в принципе, все остальное ровно к этому самому. И создадим вот этот самый план остатков. Создаем план остатков. Сценарий. Вебинар 1. Плановая дата остатков 1 декабря. Склад. Основной склад. Значит, понятно, что здесь мы, в принципе, тоже могли бы пойти через формулу. То есть тут работают те же самые механизмы. То есть, пожалуйста, мы могли бы посмотреть, что у нас есть, взять фактически начальный остаток, да, и автоматически заполнить эти остатки реальными данными. Можем, если мы хотим, как-то этот остаток рассчитать. Ну, мы сейчас с вами в формулу не лезем. Нас интересует общий механизм работы. Поэтому мы просто зададим, что у нас на вот эту вот начальную дату 300 штук. Оттвержден. Нормально. И давайте посмотрим, как теперь у нас будет выглядеть отчет сбалансирования. Ну, вот смотрите, ситуация поменялась, на мой взгляд, кардинально. И этот отчет из формального превращается в реально работающий. Вот. В какой-то степени здесь логика бюджетирования начала срабатывать. Значит, мы с помощью плана остатков задали начальные остатки. У нас есть потребность, у нас есть обеспечение потребности, то есть расход и приход. И в результате в отчете мы видим не только, значит, обороты, что мы собираемся потратить и что мы собираемся приобрести тем или иным способом. Но у нас появляются еще какие-то сральдовые данные. Значит, остаток на начало, остаток на конец. То есть отчет-балансированность планов становится гораздо работоспособнее. Вот это вот первое новшество, очень полезное, которое я хотел вам показать. Второе новшество уже более ощутимо. Давайте мы с вами сценарии создадим вот какую штуку. Мы создадим сценарий вебинар 2. Тоже с месячной периодичностью. Но для сценария вебинар 2 мы с вами включим управление процессом планирования. А дальше мы пойдем к следующему образу. Мы создадим этап. Что такое этап? Значит, мы указываем какие-то исходные данные, потом мы начинаем их модифицировать. Этап мы с вами вот в принципе сейчас сделали именно это. И если мы работаем вот по тому варианту, который представлен в сценарии вебинар 1, мы с вами по логике понимаем, что мы с вами должны сначала внести плановые остатки, потом мы должны внести продажи, потом мы должны рассчитать закупки, потом мы проверяем сбалансирование. Но подобно тому, как у нас существует бюджетирование процесс управления процессом бюджетирования, так и здесь мы можем разбить процессы создания всех вот этих планов на какие-то этапы. И первым этапом у нас будет планирование остатков. Значит, наименование этапа 1 определяем остатки. Внутри этапа мы будем создавать какие-то виды планов. Значит, второй этап. Вносим продажи. Это потребность. И третий. Рассчитываем закупки. Вот вам три этапа. Это, соответственно, планирование. Вот так вот. Теперь внутри каждого этапа мы можем создать один или несколько видов планов. Значит, создаем план остатков. Детализация по складам. Настройки заполнения. Ну, оставим такие, какие есть. Но я вот что здесь хотел подчеркнуть. Вот это вот задание, возможность задания настроек по умолчанию, не надо об этом забывать, оно дает нам один очень важный инструмент. Мы можем задать какой-то отбор. То есть, по сути дела, за счет вот этого вот отбора мы можем сделать что? Мы можем сделать несколько видов планов, которые будут заполняться по разным алгоритмам. Например, мы можем сделать, скажем, план остатков по технике, план остатков по продуктам, план остатков по кабелям. И все вот эти вот планы, они будут заполняться по каким-то различным формам. И в результате у нас будут несколько планов остатков, планов продаж, но рассчитанных по разным причинам. Так, ну, сейчас мы это делать не будем. Значит, в принципе, все заполнили, да. Записать и закрыть. Пока все то же самое. Обратите внимание, появилась какая-то иерархия. Понятно, что здесь несколько позиций. Кстати, имейте в виду, что этапов тоже вовсе не обязательно три. Там у нас, например, могут быть несколько этапов по продажам, несколько этапов, связанных с производством, ну, и так далее, и так далее. Давайте теперь создадим вид плана для продаж. Все то же самое. Детализация по складу. Постройте заполнение. Оставляем. Есть. И закупки. И вот здесь, когда мы будем задавать вид плана для закупок, у нас появляется еще одна настройка, которой раньше не было. раньше это и в смысле в предыдущих версиях, и в смысле в тех видах плана, которые мы с вами создавали. Мы можем здесь установить исходный или производный. Исходный – это то, что мы с вами делали вот до этого момента. производные – это немножечко сложнее. Производные заполнять автоматически пока не будем. поставить. Можно поставить. Так, а, да, пардон. Тоже давайте. стильное. Да. Значит, обратите внимание, здесь у нас детализации нет. Настройка заполнения фильтра. Товаро-материалы, произвольный отбор, без отборов. Значит, обращаю внимание, сейчас мы с вами будем выносить только ту номенклатуру, которая закрывается закупками. Потому что бывает ситуация, когда это закрывается производством или сборка-разборкой. И это уже особая история. Так, сделали. Значит, давайте запишем. И теперь давайте посмотрим на принципиальные моменты, которые у нас здесь появляются. я не показывал, но здесь все то же самое, отражать бюджетирование раньше. Так, сделали. Значит, и вот теперь у нас появилось одно очень интересное новшество под системой планирования. это обработка, это обработка, управление процессом планирования. Давайте поставим вебинар 2. Это у нас будет декабрь месяц. и вы видите, что здесь у нас визуализируется процесс работы по сценарию вебинар 2. И мы можем, скажем, упростить себе эту работу, используя возможности данного рабочего. ну вот у вас вебинар 2 остатка. Попробуем нажать на соответствующую ячейку. И вот нажатие на соответствующую ячейку сразу же приводит к тому, что у нас открывается документ, который мы должны сформировать. Плановая дата 1-я 12-я, вид плана, сценарий, все уже заполнено. Ну, склад надо давайте укажем все-таки склад основной. Так, товары, товары. Ну, мы экспериментируем с серексом. Давайте мы его и добавим. Положим, у нас начальное количество будет 300 штук. 600. Давайте сюда не путались. Слышите. 600 штук. Я намеренно сейчас проведу этот план в статусе подготовки. Обновим. И вот видите, здесь уже красота появилась, появился цвет. И я обращаю ваше внимание, что вот здесь внизу у нас есть легенда, которая позволяет этот цвет расшифровать. Цвет у нас вот такой вот голубенький, это означает, что статус у нас стоит в подготовке. Так, значит, что происходит дальше? Когда я нажимаю сюда, мне показывают, какие документы у нас здесь есть. И я в этом документе, прям его не открывая, могу новый статус установить. Статус в работе. После установки статуса утвержден, он поменяется еще раз. Вот видите, да? Вот такая вот красота. Обратите внимание, что план может быть детализирован, то есть, что там в этом плане находится, мы сразу же можем посмотреть. То же самое мы делаем по продажам. Таким образом, мы можем контролировать с вами визуально, на каком этапе у нас сейчас работа по планированию находится. продавать мы будем 2000 в серксу. Так. Ну вот, пожалуйста, у нас появился контроль уже по второму вида плана. Давайте второй вид плана тоже с вами переведем и утверждем. А вот, да, и вот вы видите, на какой-то момент времени, может вы заметили, здесь была такая значок, то, что надо пересчитать план по дефиците, и сразу же у нас вот здесь вот сразу же у нас появился синий цвет. синий цвет, напоминаю, у нас уже есть план, план, который система сформировала автоматом. Если я вот сейчас возьму сюда, мне покажут, что план закупок у меня оказывается уже сформирован. Вот эта вот система, которую сейчас реализовала 1С, она позволяет автоматически сформировать план по дефициту. если бы я вот эту галочку для вида плана не ставил, ну эта галочка, напоминаю, она вот отсюда заполнится на письме, то тогда мне надо было это сделать ручками с помощью данных наше. Естественно, связка тут может быть более сложной, потому что, как вы понимаете, может быть план производства, потом может быть еще план закупок материалов под производство, но сейчас для демонстрации базового функционала достаточно того, что я вам показал. Все, что здесь мне надо сделать, если я согласен с этим вариантом плана, перевести его в статус утвержден. уже пришел. Все, да. Вот. Если мы видим зеленое, все, значит, все уже заполнило. Если бы мы этот план формировали не по дефициту, а вручную, то мы могли бы увидеть еще вот здесь. Значит, мы могли бы здесь увидеть баланс, то есть, мы могли увидеть практически ту же самую информацию, которую мы видели в сбалансированности. То есть, насколько остатки и закупки покрывают все потребности, которые мы с вами зарегистрировали. Вот. Значит, что здесь есть еще? Значит, бывает ситуация, когда мы изменяем какие-то планы. По тем или иным причинам мы можем взять и поменять количество. в этом случае мы сразу же увидим, что план, который нам нужен, он изменился, он сразу же оказался переведен в статус в работе, мы должны посмотреть эти изменения, да, и если мы с ними согласны, установить статус есть. статус утвержден. Вот. Вот такое рабочее место, которое позволяет нам соблюсти баланс, у нас здесь появляется. Но, значит, это еще не все. Понятно, что мы можем пойти путем изменения планов. Но в программе появилась еще одна, еще один вариант работы. это корректировка плановых потребностей. Корректировки плановых потребностей. То есть, с помощью вот этого документа корректировки плановых потребностей мы можем действия в рамках определенного сценария мы можем скорректировать планы, которые нами созданы. Ну, например, давайте мы с вами скорректируем остатки за период декабря. Мы уменьшим потребность по номенклатуре. Текущая потребность у нас 500, она будет на 100 меньше, а здесь у нас интер. вот так утверждено. И вот эта корректировка что нам дает? Давайте я обновлю. Обратите внимание, у нас план по вебинару 2 оказался скорректированным. Корректировка потребности утверждена. Вот соответственно нам теперь требуется пересчитать план пересчитать план закупок. эта корректировка на мой взгляд работает не совсем логично, но УВС. Пока это реализовано именно таким образом. Так, значит, ну вот примерно то, что я хотел вам показать, что еще у нас осталось. я вам сказал, что у нас существует теперь обратная связь между подсистемами бюджетирования и планирования. Прямую связь я вам уже показал. Я вам говорил, что когда мы задаем вид плана, у нас есть возможность мы не включили, давайте от сценария показать. У нас есть возможность отражать сценарий план бюджетирования. То есть если мы вводим какие-то плановые данные, их автоматически можно сделать данными бюджетом. такая связка существует. Что сейчас добавилось? Давайте мы с вами пойдем в источники данных планирований, то есть какие-то типовые источники информации, которые мы можем использовать при построении плана по источнику. И вот здесь если мы посмотрим перечень типовых источников, которые нам доступны, мы можем увидеть, что здесь в перечень этих источников совершенно стандартный, он меняется крайне незначительно, изменения больше косметические. Что здесь есть? Здесь есть планы самые разные, которые существуют. Здесь есть факты, то есть есть, например, факт закупок, есть, например, факт продаж, есть факт остатков, есть производство и есть заказы разного рода. То есть у нас есть заказы на перемещение, на внутреннее потребление, на сборку-разборку, все вот это у нас тут присутствует. Но существует несколько источников данных особого рода. Значит, есть ценовые, ну, они тоже, в общем-то, типовые. Можно сделать минимальную цену поставщика, можно взять цену номенклатуры и так далее. Есть возможность посмотреть свободные остатки, то есть минус резерв, есть возможность посмотреть товарные ограничения. Вот товарные ограничения, это тоже довольно старый настройка, это не новшество. Товарные ограничения, это что такое? С помощью товарного ограничения, ну, здесь, конечно, дополнительные настройки надо делать, можно в плане использовать запас, настройки запасов, которые существуют для данных номенклатурных позиций. Так, и существует теперь вот это вот новшество оборотов бюджетов. Что это такое? Значит, обороты бюджетов, это возможность вынуть данные в план из определенной статьи бюджетов. Использовать статью бюджетов как источник для формирования платы. Вот, таким образом у нас есть и обратная связь подсистемы бюджетов. Вот, ну, вот то, что я хотел вам рассказать в рамках нашего обзора, какие вопросы у вас возникли. Александр, в каком релизе, честно говоря, сложно сказать. Я вот это делаю уже на версии 2.5, вот, но в принципе уже надо думать о том, как вы будете на эту версию переходить, потому что, насколько я знаю, со следующего следующего года это уже будет официальный такой релиз. Вот, поэтому наверное имеет смысл. Значит, я, ну, пока вопросы задаете, значит, я ищу, по-моему, это все-таки появилось, там надо проверить, ПТФ 2.5 появилось. Значит, что еще, пока вопрос вы формулируете, по-моему, я сказал уже, у нас сейчас 1С, она специально заявляет, что они планируют расширять функционал вот этого планирования в сторону производства. то есть, скорее всего, в будущих версиях появится возможность как-то балансировать производственный план, ориентируясь на доступность производственных мощностей. Ну, как бы, еще один функционал, который соответствует уровню МРТ-2. В принципе, сейчас определенная связь подсистемы производства есть, то есть, в плане можно пересчитать полуфабрикаты, в плане можно оценить потребность в трудовых ресурсах, в производственных ресурсах. Ну, видимо, вот это будет как-то накручиваться и развиваться. Ну, в любом случае, вот у меня в принципе производственная тема достаточно сильно интересует, вот, и в частности в качестве вот такого анонса у нас возможно один из следующих вебинаров будет связан с функционалом производства производства в подсистеме планирования. И, в частности, я хочу показать, как с помощью подсистемы планирования можно совместить тянущий и толкающий подход. Ну, я надеюсь, что вы примерно хотя бы представляете, о чем это речь. Тянущий подход это ситуация, когда мы отталкиваемся от потребности клиента, эти потребности вытягиваются через систему, запускают производство и так далее. А есть толкающий подход и ситуация, когда у нас есть какой-то план, и от этого плана отталкиваются и дальше двигаются. А вот как их срастить, это ответственно стоит. Так, ну что, вопросов нету больше. Вот, если нет вопросов, то спасибо за внимание, надеюсь, что что-то интересное для вас я рассказал. Удачи и до новых встреч. Продолжение следует...